Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня такая зум-конференция. Я полагаю, для каждого из вас, для всех людей, разумных, живых людей, эта тема будет очень интересна, потому что я хочу не просто представить вам человека-доктора, то есть врача, который расскажет вам о этих трёх, скажем, группах уникальных продуктов. Это продукция, скажем так, одной лаборатории Новосибирского академгородка, где учёные более 20 лет занимались созданием этих продуктов. Вот кратко скажу, первое, что это за продукты, это во-первых. Во-вторых, представлю вам нашего гостя. В-третьих, я расскажу маленькое предисловие, оно очень важное, поверьте, не просто так, и вот тогда уже передам слово о главном продукте, о котором сегодня пойдёт речь. Но кратко скажу про три сначала продукта. У меня есть небольшая здесь шпаргалка, чтобы было короче и точнее. Во-первых, мы поговорим о уникальном сорбенте. Во-вторых, о геле-бальзаме для суставов и мышц. И в-третьих, о геле для носа, который является единственным таким в мире гелем, который надо не на слизистую наносить, а который надо наносить на поверхность кожи носа. К сожалению, этого препарата сейчас пока нет, из-за того, что есть проблемы из-за известных событий с тем, что из Англии один очень важный ингредиент пока не приходит, не поступает. Но тем не менее, для интереса, просто для гордости можно сказать, что за технологический, биологический, физиологический прорыв совершён, вот об этом пару слов мы скажем, но в самом конце. Итак, давайте кратко поясню суть дела. Во-первых, да, все люди, понятно, все здравомыслящие люди хотят дольше жить и жить качественней, не болеть, ну, по крайней мере, так. Согласны? Да. Тем не менее, вы понимаете, что болезни молодеют с каждым днём, с каждым годом, да, и не только молодеют, а ещё и в количестве своём увеличиваются, и у одного человека может быть и 5, и 10, и 25 болезней. Это так. Теперь, причины болезни, конечно, много. В основном в наши дни это антропогенные разные факторы, влияние окружающей среды, ну, далеко не только и питание неправильное, которое ухудшается с каждым годом, пища, которая содержит химию и так далее, всё понятно, об этом у меня было много лекций. Центры долгожительства когда-то были на нашей планете, то есть сейчас остались последние, скажем так, старики, долгодоживатели, и уже даже они живут меньше, чем жили их отцы и деды. Об этом у меня целый плейлист на моём YouTube-канале есть, где абсолютно доказательно об этом всё рассказывается, что и подтверждают мои зрители, которые пишут совершенно верно, бабушка жила там 120, потом её дочь столько-то и так далее. Теперь, важный факт, о котором я вам хочу сказать. Когда-то в своих лекциях в общих чертах я этого касался. Но в 2009 году была получена Нобелевская премия Элизабет Блэкберн, которая открыла, ну, скажем так, молекулярный механизм старения, в том смысле, что она объяснила, что это кроется в активности, этот процесс кроется в активности фермента, который называется теломераза. Напомню, что теломеры – это такие защитные мембраны, колпачки на концах хромосом, которые, как в том фильме «Тайна третьей планеты», советский мультфильм, кто помнит, вот так вот уменьшается, с делением клетки к делению, и их становится меньше-меньше, и это предел жизни, по сути, человека. Долго об этом сейчас пояснять не буду, потому что, ну, просто иначе видео будет длинным, и вам будет это многим людям неинтересно. Но идем дальше. Так вот, в чем суть? Можно сказать так, что теломеры – это вот специфические участки ДНК хромосом, которые при каждом делении клеток организма укорачиваются. Дальше за это отвечает фермент теломераза, и, по сути, она является ферментом молодости. Можно сказать абсолютно именно так. Вот в этом заключаются одни из главных, скажем так, поисков ученых, многих генетиков современности. Каким образом фермент теломераза, почему уменьшается ее, скажем, выработка, а значит, ну, скажем, человек быстрее стареет, и болезни к нему приходят быстрее, а защитные силы организма уменьшаются. Здесь все взаимосвязано. А это вот как раз от тех факторов, которые вы и так, наверное, знаете. От алкоголя, курения до грязного воздуха, воды, еды, так сказать, различных тяжелых металлов и радионуклидов, в почве, воде, еде и тому подобное. Это все понятно. Это постоянные стрессы, которые человек испытывает постоянно в наши дни. Но вот про стрессы у меня прямо на днях было видео. Вот ссылочка на него, пожалуйста. Дальше. И, естественно, воспалительные процессы различные в организме, и вот резистентность к инсулину, то есть та самая инсулинорезистентность, о которой у меня очень много видео. Вот все эти факторы объективны. И тогда ферменты теломераза становятся меньше, и человек просто, так сказать, стареет быстрее. Это совсем примитивно и совсем кратко. И последнее, что я скажу, перейдя к самой сути, что же это за препарат и что же он делает. Хотя, наверное, уже логически вы понимаете, что, вот как, но сейчас поговорим. Так вот, но самый страшный такой фактор – это накопление таких токсинов в организме, как кадаверин, потрясыны, то есть это гнойные токсины, трупные яды, которые возникают в организме, накапливаются и, к сожалению, плохо выводятся из организма в результате потребления высокомолекулярных белков и так далее, и так далее, о чем я в видео своих многократно говорил. Так вот, а вот чтобы вывести и помочь нашей лимфатической системе, нашей канализации организма, вывести эти токсичные вещества из организма, вот как раз этот уникальный препарат и был создан. Создавался он долгое время, но об этом теперь, вот как раз я и хотел бы спросить нашу гостю, я хочу её представить ещё раз, хочу сказать, что, значит, перед вами, дорогие друзья, доктор, врач, заканчивала Первый медицинский институт города Москвы, Кузьмина Марина Вячеславовна, ну и дам ей слово и попрошу, сжато кратко, рассказать об этом, в первую очередь, об этом уникальном геле, энтеросорбенте, вот который как раз, судя по всему, и каким-то образом влияет на фермент теломеразу. Добрый день! Здравствуйте, Юрий Андреевич, очень рада вас приветствовать. Добрый день, дорогие подписчики. Спасибо большое, что вы пригласили нас рассказать о наших интереснейших разработках на вашем YouTube-канале. Ну, давайте прям коротко, да, на самом деле, чтобы просто не было много информации лишней, расскажу самое интересное, самое короткое, самое суть по поводу нашего продукта. Ну, в течение 20 лет занимались поиском биологически активных продуктов, которые бы могли нам помочь замедлить старение и снизить риск возникновения онкологических заболеваний. То есть это тоже очень важно для нас, и 10 лет назад к нами был создан энтеросорбент, который выводит из организма эндотоксины, экзотоксины, и обязательно он должен был обладать иммунокорректирующим действием, потому что на рынке, в котором есть сорбенты, никто никогда не заявлял о том, что они могут делать какие-то иммунокорректирующие свойства. И для создания этого сорбента, это тоже очень важно, мы используем природное сырье, исключительно природное сырье, которое получают из панциря красноногого краба, камчанского краба. Говоря о энтеросорбенте, надо сказать об одной очень важной вещи, но сразу хочу наперед сказать. Веганы, не переживайте в каком плане. Меня этот вопрос очень волновал, я задал его до записи, сейчас чуть не забыли, но вот скажу об этом. В панцире крабов, конечно, крабы это животные, живые существа. К сожалению, их убивают для еды человеку. Эта индустрия работает, побороть ее сейчас мы не сможем никак, а панцири либо будут выкидывать в помойку, либо, ну грубо говоря, или в компост, либо они могут пойти на какое-то важное, нужное дело. Вот именно так они и идут на производство, в данном случае, вот этих сорбентов. Потому что, еще раз, специально крабов никто не убивает, а панцири либо будут уничтожены, либо они могут пойти на какое-то полезное дело. Это просто вот мои пару слов. Этот вид краба, он не культивируется искусственно. То есть это дикий краб, это обязательно наше условие, потому что он будет обладать самой высокой экологичностью. Но что самое интересное, помимо сырьевой базы, это наше наука, мы применили уникальную совершенно технологию программированного гидродиза хитозана. И на всякий случай я вам скажу, что, наверное, мы являемся единственными, кто такую технологию применил. Потому что на сегодняшний день на рынке много продуктов, которые из хитозана, но это в основном или порошковые, или таблетированная форма. Но к этому я вернусь чуть попозже. Для получения сорбента, применив эту нашу технологию, мы получили в конечном итоге три полимера. И это очень важно. То есть это полимеры хитозана, но они отличаются разной молекулярной массой. То есть есть высоко молекулярная, среднемолекулярная и низкомолекулярная. И в зависимости от этой молекулярной массы у каждого полимера есть своя задача. Это тоже очень важно. И мы считаем, что это наше тоже ноу-хау. Потому что если мы разберем с вами, например, высоко молекулярные и среднемолекулярные полимеры, вот они отвечают именно за эффективность сорбции токсинов, поступающих с продуктами питания. То есть все то, что мы вот из водой съели, то есть и сюда он сорбирует хорошо еще соли тяжелых металлов, консерванты, красители. То есть он является защитником внутренней среды от всей пищи, которую мы съели. То есть это стоит барьер. И поэтому при постоянном употреблении этого сорбента практически полностью исключается поступление в наш организм тароксинов и с водой. Хочу сделать акцент на то, что его можно употреблять, в отличие от других сорбентов, в достаточно длительный промежуток времени, потому что он не обладает побочными эффектами. Если сравнивать с энтеросгелем или с полисорбом, даже с углем, то есть наш сорбент, он имеет органическую природу и он биодоступен для клеток организма. То есть это тоже очень важно. И когда он поступает в организм, почему его можно длительно применять? У него избирательный механизм сорбции. Что это такое, что это избирательный механизм сорбции? То есть у него сорбция происходит за счет физических свойств. На полимере самого хитозана находится положительный заряд. Все то, что нам не очень подходит для нашего организма, это токсины, это вирусы, это бактерии, это трансжиры. Они все заряжены отрицательно. И происходит по закону физики, плюс притягивается к минусу. Соответственно, это выводится из организма. Но при этом витамины, микроэлементы и та микрофлора, которая у нас есть, необходимая, она обладает положительным зарядом. И, соответственно, здесь получается, что плюс плюсом, одноименные заряды оттягиваются, и поэтому в этом заключаются избирательные сорбции. Поэтому, применяя его длительно, в отличие от энтеросгеля, от любых кремниевых сорбетов, я не буду их перечисать, они, конечно, тоже очень хороши, но вот по-своему, они чистят губкой и убирают все из кишечника. Соответственно, после них обязательно в инструкции написано, нужны биотики, пробиотики. Часто вызывают запоры, чего, в принципе, у нас, наоборот, нет. И эта избирательная сорбция, я считаю, что это тоже один из ключевых моментов, который очень важен. Вернемся к низкомолекулярному полимеру, который тоже очень интересно. Проходя через желудочно-кишечный тракт, я прямо начну, наверное, с желудка, он обладает обволакивающим действием на стенке желудка, соответственно, улучшает регенерацию и нормализует соляную кислоту желудка. То есть ни один из перечисленных мной до этого сорбентов, он этими возможностями не обладает. Его можно при язвах и при гастритах. В других инструкциях сорбентов, наоборот, написано как противопоказание. То есть если есть язвы и гастриты, эти сорбенты применять нельзя. Вот это, я считаю, что тоже один из отличительных наших способностей. Что делает низкомолекулярный полимер? Проходя дальше, под воздействием желудочных кислот, ферментов, он расщепляется на такой составляющий момент, как глюкозамин. А глюкозамин мы знаем, что это вещество строительное для нашего организма, и оно участвует практически во всех соединительных тканях. То есть это как кирпичики для этого. А соединительные ткани, это у нас, получается, наши с вами суставы. Это коллаген, это эластин, это стенки сосудов. То есть это можно перечислять бесконечно. То есть это то, что нам очень необходимо. И второе, что делает низкомолекулярный полимер, это он как раз отвечает за клеточное звено иммунитета. То есть он ведет как раз к устранению всех хронических воспалительных процессов, которые также снижают активность теломераза. Правильно я понимаю, что детям можно это с любого возраста принимать, вот этот гель? Мы рекомендуем принимать его с трех лет детишкам. Но есть у нас мамочки, которые нам пишут благодарственные письма. И чисто юридически мы можем применять с трех лет. Но мамочки, многие понимают о том, что хитозан и те вещества, которые в него входят, очень много научных работ, которые были произведены, никогда не имеют никаких помощных эффектов. Поэтому даже с двухгодичным детишкам они пишут, что маленькими дозами, разводя в воде шприцом, они все-таки дают своим детишкам. Можно беременным, можно детишкам. То есть они никогда не вызывают никаких побочных реакций, не аллергических реакций, поэтому это можно, да, конечно. Мария Вячеславовна, а вы скажите, пожалуйста, какие отзывы пациентов есть после применения или, например, длительного применения? То, что у вас опыт какой накоплен, чтобы наши зрители могли знать, понимать, при каких, скажем, цели задачи понятны, а при каких болезнях, состояниях стоит и должно и желательно принимать вот этот гель? Мы рекомендуем при хронической интоксикации. То есть вот то, что мы с вами сейчас рассказывали, когда есть проблемы с выделительными системами. То есть это чаще всего проблемы с печенью, когда сорбент используется как гепатопротектор. Это тоже одно из его отличительных особенностей, потому что он восстанавливает клетки печени. И если есть нарушения в праве уже печёночных показателей, это АЛТ, АСТ, люлирубин, холестерин, все эти показатели он приводит в норму. Да, и у нас очень много положительных отзывов. Вы можете посмотреть в интернете на разных площадках и почитать на самом деле очень положительные отзывы, так как он снижает эти показатели. Также он хорошо применяется при подагре, когда есть повышенное количество в праве мочевой кислоты. И ни один сорбент тоже себе такое позволить не может, в отличие от нашего сорбента. Длительно можно применять при экземах, при псориазах. Но здесь я хочу оговориться, что всё-таки помимо применения сорбента обязательно должна быть пищезвета. Это обязательно. То есть в дополнение к нашему сорбенту это должно быть. О правильном питании, обо всём об этом мои зрители, разумеется, знают. Это непреложно всегда об этом. Я о чём говорю, что одно не отрицает другое, а наоборот дополняет все правильные факторы и меры, только, так сказать, усиливают друг друга. Тут вот важен ещё какой момент. Вот смотрите, что могут люди спросить. А вот я, например, скажет человек, применяю те или иные препараты, так сказать, медицинского назначения. Или, скажем, биодобавки, витамины. Не выведет ли этот сорбент их из организма? Ну, как я уже говорила, что у него избирательное солнце, и поэтому здесь по поводу витаминов и микроэлементов это 100% он не выведет, потому что они одноионные заряда. А вот по применению лекарственных препаратов, люди, которые применяют инсулин, например, при сахарном диабете, здесь надо просто развести по времени. То есть здесь получается, что сначала пьётся сорбент, потом проходит 2 часа, и после 2 часов можно применить уже свои лекарственные препараты. Хочется также это относиться к антибиотикам, потому что антибиотикотрофия, она наносит невосстанавливаемый вред организму. И для того, чтобы просто снизить токсилогическое воздействие антибиотиков, обязательно надо применять в это время сорбенты тоже. Ага. Отлично. То есть применяется вот этот сорбент где-то за 2 часа до приёма тех или иных препаратов либо антибиотиков, да? Ну, я так понимаю, либо... Да, все по времени. Да. Либо часа через 2-3 после принятия, да, антибиотиков или... Да, всё правильно, всё правильно, да, всё правильно. Так, с этим ясно вопросом. Значит, я хочу в двухсловах сказать, дорогие друзья, вот то, что касается витаминов, будьте предельно внимательны. Никакой аскорбиновой кислоты, никакой химии, химических витаминов не покупайте. Это очень вредно. Уж лучше никаких, лучше из продуктов натуральных. И, конечно, из натуральных биодобавок. А вот в органической форме, в хилатной, те натуральные витамины, полученные, так сказать, ну, скажем, выделением их из тех или иных продуктов, это совершенно другое. Вот как с витамина С я приводил много раз пример, что есть только один, к сожалению, одна фирма в мире, но смогла уже сделать это фирму Дуалайф. Вот витамин С первый в мире концентрат органический в жидком виде витамина С, полученных из разных растений, сконцентрированных. Вот в этом, так сказать, виде в жидком, в жёлтых таких бутылках на нашем сайте вы видели. Поэтому никогда не путайте натуральные и синтетические. В аптеках за редчайшими исключениями купить, к сожалению, натуральные нельзя. Не будет никогда на всех людей натурального при нынешнем положении дел вот этой химической индустрии, в том числе медицинской, фармкомпании. У меня есть видео про фармкомпании, как они душили и задушили практически натуральную сферу производства природных, натуральных, а не альтернативных, это у них альтернативных, и препаратов, которые были, в общем-то, всегда в той или иной степени. Другой вопрос, что наука, современные технологии помогают создать такие уникальные препараты, природные, усилить их свойства, в концентрированном виде собрать, усилить их действия, вот если, так сказать, пойти по этому пути, очень сложному, непростому, и, к сожалению, многие люди, к сожалению, думая, видя что-то по названию, одно и то же вроде бы, думают, ну какая разница, куплю дешевле. Дешевле, дорогие друзья, не всегда далеко бывает в нашей жизни лучше, а, как правило, почему-то всегда наоборот. Но, впрочем, об этом, если будут вопросы, я сразу скажу. Вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите, есть ссылка, во-первых, на этот продукт, как его купить, во-вторых, под этим товаром на нашем сайте вы сможете прочесть подробнейшую информацию, там нажмете, если подробно слово, то вы изучите, если захотите, и ссылки будут на исследования, на анализы людей, до и после, так и прочее, вот все буквально, о чем вы можете спросить, уверяю, у вас там будет на это, на все данный ответ. Ну, а если на что-то не будет, то мы обязательно еще раз соберемся, ответим вам на ваши вопросы, вы, кстати, можете их писать под этим видео. Если эти вопросы будут новые, обязательно ответим. Ну, что ж, можно еще что-то в завершении сказать, вот про этот препарат, мы быстренько пробежимся по тем двум, о которых я обещал, сказать, может быть, какое-то дополнение. Итак, кому он нужен? Первое, всем людям, у кого были какие-то пищевые расстройства, дисбактериозные состояния, проблемы с печенью, с почками, с выделительными системами, иными организмами, с кожей, потому что все, что отражается на коже, это проблема внутренних органов, это грибки, микромицеты, это, так сказать, прочие проблемы. Потом мы узнали, что этот препарат, безусловно, совместим с чем угодно, но если вы по необходимости своей нынешней вынуждены применять химические, какие-то медицинские фармпрепараты, применяйте их за 2 часа до гель, или после, через 2-3 часа. Натуральные витамины препараты, биодобавки, хлорелла, спирулина, продукты питания, никаких проблем. Но единственное, конечно, вот сразу в этой связи спрошу, потому что вот так четко мы не акцентировали этот момент, а вот до еды, или после еды лучше применять гель-сорбент вот этот, и когда, за сколько времени до и после? Как выглядит этот продукт? Вот он в такой вот красивой упаковке, и он в жидком виде, он даже не в гелеобразном виде, а он именно в жидком виде. Я хочу сделать акцент на то, что у него органолептические свойства очень комфортные, и он не обладает ни запахом, ни вкусом, то есть ему очень приятно пить. Применять его нужно утром, когда вы проснулись, обычно рекомендуют стакан воды горячей, а мы рекомендуем начать утро именно с сорбента. И 15 миллилитров, здесь есть мерный флакончик, вы заливаете 15 миллилитров сорбента, заливаете его горячей водой, но вода должна быть 40-45 градусов, ну 50 максимально. Распоряете его в стаканчике и выпиваете где-то минут за 20-30 до еды. Если у вас нет возможности поесть, то это не проблема. У нас многие спортсмены применяют его и идут на тренировку. Тренируются там в течение двух часов и после этого уже завтракают. Поэтому в принципе можно это делать. Но так как он обладает все-таки, я не сказала, что он имеет способность несколько снижать сахар, то для того, чтобы не было легкого выхлужения, которое проходит сразу после завтрака, то есть лучше все-таки поесть. Лучше поесть. Через 20-30 минут после сорбента лучше поесть. И мы рекомендуем, если это стоит вопрос о очищении или профилактическом применении, то мы рекомендуем и двухразовое применение. То есть это утром и вечером. Точно так же перед едой за 20-30 минут. Если у вас стоит проблема какая-то уже корректировки ваших крыльных показателей, или у вас есть какие-то высыпания на кожу, экземы, дерматиты, то есть тогда, конечно, мы рассматриваем индивидуальный уже прием другой, меняем дозы, но это уже более подробно, надо рассказывать, применительно каждому клиенту отдельно. Но если в двух словах, то имеется в виду то, что применяются большие дозы просто, не 15 миллилитров, а скажем 30, в любом случае, сразу скажем нашим зрителям, проблемы в большем количестве нет никаких, правильно? Хуже не будет точно. Никаких. Вот. Это очень важно знать, потому что некоторые люди обязательно об этом будут спрашивать и говорить. То есть безусловно, вообще, дорогие друзья, вот я скажу так, если какой-то продукт натурален, как я говорю, вот, например, что если что-то нельзя наносить на кожу, вернее, не так, что если что-то нельзя есть, то это нельзя наносить и на кожу, по-хорошему. Вот по-хорошему должно быть такое правило. Вот у нас есть зубной порошок, уникальный, из центральных стержней стебля льна, растения, лен. Он до наночастиц измельчен, и это уникальный, кстати, и сорбент, но это ладно, естественно, не такой, тут сравнивать нельзя, но его можно есть, проблемы не будет, а только будет хорошо. Но зубы чистить им прекрасно, и это поддержка отечественного производителя, плюс ко всему, это экологично, более чем любая зубная паста, любая даже экологически чистая. Вот я, например, им чищу зубы, то есть я к чему это говорю? Что про... Вот я могу чуть-чуть почистить, могу много, я могу его проглотить, проблем не будет. Натуральный продукт и натуральный энтеросорбент тоже, он абсолютно безопасен. А если он был бы хоть как-то... Да, а если бы он был хоть как-то, хоть в чем-то опасен, тогда бы, ну, во-первых, тогда бы я об этом, честно говорю, и речи бы у нас не было. Я редко, особенно в последнее время, вы знаете, мои зрители старые, вообще с кем бы то ни было, делал интервью, но практически очень долгое время, может быть, годы не делал. Я хочу добавить, что ассорбент применяется еще в антипаразитарных программах. Я считаю, что это обязательно нужно добавить, потому что, когда гибнут паразиты при антипаразитарной программе, то идет большая совершенно нагрузка на печень, очень часто бывают высыпания, вот, и поэтому ассорбент для того, чтобы снять это все, обязательно в программу включается. Вот очень важное дополнение, благодарю вас. Я тут хочу что сказать, дорогие друзья, вы знаете, что у нас есть уникальная антипаразитарная программа. Значит, когда ее люди проходят, я рекомендую, и в видео это есть, с соответствующим, проходить вот эти вот программы очищения, когда кружка эсмарха, магнезия, да, ну и так далее. Именно для этого. Но если вы, вот, например, не хочется, ну, кто-то не может переносить вот эти кружки эсмарха, грубо говоря, клизмы такие большие, кто не в теме, не хочет пить магнезию, не хочет, чтобы, ну, там, в туалет и так далее, когда это не хочется вечером, вот этот способ совершенно достаточен, и он заменит тот с кружкой эсмарха, можно не делать. При голодании, кстати, вот при очищении, лечебном голодании, применять сорбент, когда как раз более активно выходят из межтканевых пространств, из межклеточных, вернее, правильно сказать, пространств, токсичные вещества, вот это тоже можно применять? Да, конечно, конечно, можно применять. У нас есть группа спортсменов, бодибилдеры, у меня немножко свое отношение к этому виду спорта, но тем не менее, вот, и после того, когда они проходят соревнования, когда у них сначала идет наращение, наращивание массы, потом сушка, в конечном итоге им нужно восстанавливаться, и они восстанавливаются именно на нашем соревновании, потому что печени, конечно, приходится не просто в этот промежуток времени, вот там немножко дозы другие, и я хотела сказать, что мы обязательно вам дадим рекомендации при каких-то залогах и когда и в каком количестве его надо применять, потому что для снижения веса там немножко другие дозы и частота разная, и хотела сказать, что иногда приходится назначать три раза в день для того, чтобы брать это с собой, то есть большой такой соревнования, это неудобно. Мы сейчас будем выпускать меньше бутылка, она будет, если здесь получается 600 миллилитров, то мы выпустим 350, чтобы было удобно брать с собой путешествие. 600 миллилитров, она тяжеловата, неудобна, но для применения в офисе, потому что многие говорят, там будет в офисе, не хотелось бы тащить такую-то бутылку, что нужно сделать. Мы рекомендуем просто контейнеры, которые продаются в аптеках для сбора анализа. Вы наливаете в эту баночку дозу, ту, которая вам необходима, и берете ее с собой. Хочу что сказать, что просто заранее развести его нельзя, то есть развести в стакане бутылку и собрать с собой, например, в офис. Нет, здесь заключается обязательно акцент на том, что ему нужно разбавить горячей водой и вот после этого сразу применять. Поэтому, если вы берете с собой в офис, то это контейнер, туда 30 миллиграмм или 15, или то же, сколько вам необходим, и вы собираете это с собой. Еще хочу сказать обязательно вот такую вещь, что он у нас живой, мы его любим, ценим, и он очень прихотлив к условиям, в которых он находится. Он не должен замерзнуть, если, например, у вас получилась какая-то такая возможность, что температура меньше, чем 2-3 градуса, он замерзает и превращается просто в воду и красивые там плавающие кораллы. К сожалению, этот сорвент уже принимать нельзя. И точно такая же история у нас получается, если он у вас стоял на солнце, он меняет цвет сразу, становится желтого цвета, это говорит о том, что его применять тоже нельзя. Но после вскрытия он должен храниться в холодильнике. Если вы, например, вскрыли сорвент, и вам необходимо куда-то уехать, в командировку, в путешествие, он может в этом состоянии находиться 24 часа. Это вполне достаточно времени, чтобы вы долетели, приехали, поставили его в холодильник, и он свои свойства все сохраняет. Но если вы вдруг больше, чем 24 часа, к сожалению, он теряет свои свойства. Еще хочу рассказать, что он живой, поэтому он прихотливый именно к этому. Скажите, а вот после вскрытия упаковки, когда человек будет держать его в холодильнике, сколько он без потери качества может в холодильнике храниться? Он хранится в длительный промежуток времени, пока срок хранения, который указан на этикетке, у него не подойдет, но он может храниться сколько угодно. Единственное, что если, например, он не вскрыт, не вскрыт, он может храниться не обязательно в холодильнике. Да, да. Холодильник не ставим только тогда, когда он вскрыт. Вот, уважаемые зрители, хочу напомнить, что тут совершенно то же самое один в один по правилам, как с фукусом гелеобразным натив. Вот один в один хранить можно, его пока не вскрыли, и в обычной комнатной температуре, но только не на солнце, не на окне, все понятно. Когда вскрыли, в холодильник, но если с фукусом это всего лишь 7-8 дней, то есть, его нужно съедать, ну, собственно, он так и съедается, банка, за 5-6 дней, то вот тут еще проще даже в этом смысле, можно хранить и месяц, и два, ну, соответственно, правда, если вы пользуетесь, вы все равно его раньше зарасходуете, но однако можно. Пока у него срок годности на этикетке не истечет. Вот. А, значит, теперь что очень важный момент скажу. Вы не волнуйтесь, если у вас в вашем регионе либо слишком жарко, либо слишком холодно, мы упаковываем так, как это требуется, этот продукт на нашем сайте будет помечен соответствующим там маркером, что необходимо перевозить, например, компанию Жилдор-экспедиции, будем отправлять у кого-то теплые вагоны, если куда-то в Сибирь, на Урал, Дальний Восток и так далее. Ну, а, так сказать, уж поверьте, что в перевозке и в транспортировке вот во всем этом, подготовке главной, к транспортировке мы специалисты немалые. Так что здесь проблем не будет, это сложность, мы верем на себя, но вы должны это просто знать. Вот. Что еще? Знаете, я последнее, что хотел бы тогда узнать? Вот мы поговорили о главных, вот скажем, проблемах со здоровьем, вернее, вот о функциях, задачах этого, кому он нужен, а вот я скажу так, ну, во-первых, мы дадим, конечно, ссылку, чтобы вот каждый зритель мог более подробно изучить, но, пожалуйста, скажите, я ведь читал там еще и насчет других органов и тканей, при каких проблемах применяется все-таки и помогает этот сорбент. Вот могли бы кратко перечислить еще какие показания? Это атакический драматит, это экзема, это псориаз, это раздация, это акна. Очень часто девушки не могут справиться и ходят в косметологические салоны, косметологи стараются реально им помочь, но проблема это не в этом. То есть, это локальное оказание услуг, а вся проблема акне, она находится, это, конечно, желудочно-кишечный тракт, это больше всего кишечный. Да, вот эти именно проблемы, которые связаны с высыпаниями, я перечислила, но я хотела сказать, что он может стоять у вас еще как скорая помощь. То есть, скорая помощь, вот, наверное, это тоже важно. Скорая помощь при температурах, при гриппе, при, сейчас у нас, я надеюсь, что стояло, все-таки мы расстанемся с этим ковидом, но тем не менее, мы его тоже применяем в программах, он хорошо снижает температуру, он убирает интоксикацию, головную боль, ломоту суставов, мышцах, и даже проблемы, которые связаны у нас с обонянием, потеря слуха, иногда зрения, то есть, это все равно является то, что это нейровоспаление, и если в первые часы и дни, то есть, там просто расписана схема ассорбента, вовремя это применить, то не будет такого длительного снижения слуха, зрения, обоняния, или даже вообще может его не быть, и он быстрее восстанавливается, и еще он снижает очень хорошую температуру, то есть, ни полдрексы, ни масс-гриппа, ничего так не работает, и нет таких побочных эффектов, как ассорбента. Ну, отлично, а главное, он снимает, как раз убирает те факторы, причины, которые приводят к тому, что фермент, вот как раз, теломераза, не может работать и в должном количестве, и так, как должно. Да, конечно. Вот. Ну, что ж, прекрасно, давайте тогда с вами в завершении я вас прошу про два других уникальных продукта, кратко расскажите, мы обязательно сделаем про них отдельное видео, сначала прошу про то средство, которое помогает восстанавливать хрящевую ткань, применяется при ушибах, ну, или при проблемах, артритах, артрозах, да, я правильно понимаю? Да, 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 да. Мы создали гель, который обладает тоже очень глубоким проникновением и проводником является низкомолекулярный хитозановый полимер. Он является проводником, который настолько глубоко проникает в ткани, что он снимает воспаление, снимает отек и убирает болевой синдром. Но мы, болевой синдром убирается не за счет анальгетиков, то есть мы действуем именно на причину образования этой боли. И поэтому болевой синдром уходит медленно, не так, как, например, есть разные препараты, которые в своем составе содержат обезболивающие средства. У нас обезболивающих средств в нашем геле нет. То есть это накопительный обезболивающий эффект. Он убирает воспаление, он убирает отек и он убирает боль. То есть весь болевой синдром у нас за счет того, что есть огромный отек. Поэтому он убирает этот отек и, соответственно, таким образом уходит в болевой синдром. Но самое главное еще, помимо того, что противоотечное, противоуспалительное и обезболивающие эффекты этого геля, есть еще фондропротективный. И в чем заключается фондропротективный эффект? То есть мы сделали настолько глубокое проникновение, что он реально восстанавливает хрящевые структуры. То есть он проходит очень глубоко. Но мы знаем, что восстановление хрящевых структур, оно также медленно происходит, как и восстановление нервных окончаний. Поэтому на это нужен промежуток времени в зависимости от поражения. То есть если первая, вторая степень поражения суставов, артрозов, мы вылечиваем без пероральных средств. Если, соответственно, третья, четвертая, но здесь, конечно, все сложно, об этом я не буду говорить. Но первая, вторая степень, да, и есть у нас отзывы тоже многие клиенты, которые использовали уже инъекции внутрисуставные, обычно это делают коленные суставы, то есть они забывают правильно, что бывает. И стоимость этих уколов достаточно высокая. Если все это просто совместить и посмотреть, какая получается ценовая категория одного и другого, то есть это, конечно, небо и земля, и вы совершенно за абсолютно реальные денежные средства получаете эффект в разы выше, чем то, что делают инъекции. Инъекции заключаются в том, что они вводят гиалуроновую кислоту внутри суставную щель и просто нет возможности суставной поверхности друг от друга киетски и создавать вот этот болевой синдром. Но никакая гиалуроновая кислота никогда не обладала хондропрозитивным действием. То есть она не восстанавливает пищевые структуры, а мы здесь именно как раз и восстанавливаем пищевые структуры. Медленно, но верно. То есть надо две раза в день. Утром, днём, вечером и с больным нанесением. Отлично. Давайте так, про этот уникальный гель для суставов мы сделаем отдельное видео, обязательно более подробно расскажем зрителям об этом. Сразу скажу, дорогие товарищи, вот это вы можете тоже приобрести по ссылочке. Всё на нашем сайте под видео будет ссылка. Я постараюсь сделать, у кого проблемы есть с суставами, хотя у меня видео на эти темы уже были, что можно делать дополнительно. Я имею в виду, какие продукты можно есть, какие нельзя, потому что ведь вы понимаете, что и суставная ткань, хрящевая ткань, вернее, она в том, как любая ткань нашего организма, она формируется из тех элементов, компонентов, которые мы получаем с вами с пищей, более никак вообще. Так вот, в зависимости от того, что мы будем получать и как из пищи, вот от этого будет зависеть, как будут строиться, обновляться, правильно, клетки, любые, любые клетки нашего организма, в том числе, хрящевой ткани. И мы можем участвовать в этом процессе, в этом обновлении, в том числе, и хрящевой ткани, если мы будем знать, как, зачем и почему, какие нужны необходимые витамины, добавить какие минералы и так далее. И это гораздо и в разы ускорит, усилит любой эффект, чем если бы не было этих объективных факторов, этих необходимых жизненно для данных тканей питательных веществ, которые участвуют в построении той или иной ткани. Это логично, разумно, это истина. Ну, а теперь, пожалуйста, расскажите кратко о третьем, том самом продукте, которого, к сожалению, сейчас нет. Вот чуть-чуть он сейчас будет, но мы надеемся, что найдутся те средства и способы, чтобы вот этот уникальный, необходимый ингредиент все-таки получил предприятие в Новосибирском академгородке, лаборатории, и тогда опять этот продукт будет производиться. Но все же кратко о нем, пожалуйста, расскажите, что это такое за чудо? Я хочу вам рассказать, это эргель, гель, который наносится на кожу, как вы уже и говорили. Нет у него прямого контакта со связистой оболочкой и обладает эффектом снижения, обладает эффектом свободного носового дыхания. И очень коротко расскажу, мы обратили внимание на этот эффект, когда выпускали косметику. Косметологи, применяя различные маски своим клиентам, после оказания процедур замечали, что клиенты говорили, вы знаете, мы пришли к вам с заложенным носом, у нас был насморк, а вот вы нам сделали чудо, какие-то маски, и мы прошли, и у нас нос совершенно свободно дышит, и все удивительно стало по-другому. Мы стали изучать этот эффект, убрали все лишние ингредиенты, которые нам казались совершенно не нужны, и у нас получился вот такой вот эргель, антинасморт, который снимает заложенность и делает свободное дыхание. Провели несколько исследований, мы участвовали на форуме от лиринбологов, это был международный форум в Питере, не один, а даже два, выступили с докладами, показали, что вот здесь такая возможность при именно на кожном нанесении получить такой вот эффект. Ну, конечно, это было вау, и очень много было вопросов, очень много было положительных ответов на наш вот этот гель. Мы его уже года три или четыре применяем активно, но что самое интересное, при применении этого геля можно забыть о сосудосуживающих средствах, и те люди, которые применяют давно эти препараты, они, применяя определенный гель по схеме наш, забывают про эту независимость, потому что сосудосуживающие средства это очень опасные, опасные, вот, опасные составляющие, потому что они не просто убирают насморк, а у них побочка, то есть они действуют на повышение давления раз, они высушивают слизистую до такой степени, что потом возникают полипы, и приходится этих хирургов удалять эти полипы, то есть очень много всяких побочных эффектов, которые несут сосудосуживающие препараты, поэтому потом люди становятся настолько зависимы, что у них постоянно лежит этот маленький флакончик в кармане, и просто они есть разного, длительного действия, короткого, но через 4 часа и они постоянно себе капают в этот в нос, поэтому это очень хороший препарат, мы надеемся, что мы получим эти ингредиенты, и мы его установим на рынке, а так более подробно можно просто посмотреть, я думаю, что мы эту информацию оставим, Юрий Андреевич, на сайте, и можно посмотреть описание именно клинических исследований, которые мы сделали и взрослую форму, и детскую, очень интересно будет ознакомиться. Скажи, да, обязательно поставим, повесим, и люди ознакомятся, будем ждать обязательно этот препарат, но вот знаете, такой вот у меня вопрос, то есть его принцип действия, то есть вот помните, мы говорили о том, что слизь, да, что происходит со слизью вообще, что происходит, как он убирает заложенность носа, каков механизм? Ну, если сравнивать его с сосудосуживающие средства, то сосудосуживающие, они просто сужают сосуды, поэтому таким образом уходит жидкость, а здесь у нас лимфодренажный механизм действия, то есть он через лимфатическую систему все это выводит и получается свободное дыхание. Единственное, что здесь разница в том, что сосудосуживающие препараты, они работают прям моментально, то есть минута, и нос уже дышит, а здесь надо отнестись с уважением, как мы говорим, к гелю, ему нужно просто пройти транс-дормально, это не быстро, то есть в течение пяти, там, семи, десяти максимум минут, зависит от нашей и позже у всех, но это тоже не так, это же не час, это нормально. Скажите, да, а эффект держится долго, сколько по времени вот у кого заложен нос? От четырех до восьми часов, у всех по-разному. Так, ну и, пожалуй, вот хотели закончить на этом, но все-таки у вас же есть еще некая серия косметическая, если совсем кратко, вот имеет ли смысл ее приобретать, ведь сейчас столько всякой косметики, столько ненужного, я вообще вот, честно говоря, вот противник косметики, но вот кокосовое масло есть, да, вот, например, оно не даст высыхать кожу от климатических разных суровых или, как раньше, вот жиры какими-то мазались, да, у кого-то, кто на севере, это тоже, ну, понятно, что, значит, кожа защищается от... Кокосовое масло, наверное, компромиссы, идеальный вариант в наши дни, а вот что, потом кожа, она действительно не для всех компонентов проницаема, ну, вы понимаете, да, как вот нам годами на уши лапшу вешали, так сказать, с экранов телевизора насчёт того, что, так сказать, там через кожу чуть ли не от кислорода проходит до всяких красивых названий, от которых у человека, видимо, представление обычного обывателя появляется, что, о, такие научные слова, наверное, это хорошая штука, надо купить, а на самом деле через кожу почти ничего не проходит, и проходит всё, и усваивается именно через кровь, но вот всё же пару слов о косметике скажите о вашей. Косметика, я могу сказать, что когда нам тоже задают такие вопросы, а насколько глубоко, почему вы говорите, что у вас трансбермальная косметика, я могу сказать, что, что когда мы наносим на стенде, например, гель антинасморк, и у человека начинает дышать нос через 5 минут или через 7, то вопросов уже не возникает, что на самом деле наша косметика обладает трансбермальным эффектом, поэтому, да, к сожалению, у нас сейчас линейка косметики достаточно маленькая, мы оставили самые интересные продукты, которые у нас были в меке, это ферментативно-кислотный пилинг из натуральных тоже продуктов, и к нему идёт восстанавливающая масса репея. На каждый день мы сейчас разрабатываем гели, вот, которые у нас будут приняться и утром, и еще, но вся косметика у нас исключительно гелевая, у нас нет и мозг, потому что именно гелевая структура помогает нам сделать её трансбермальной. К сожалению, крема, когда рассказывают, что они глубокого проникновения, нет, у них просто большая молекула жировая, и она может пропитать кепидермис только верхние слои кожи, а трансбермальным эффектом обладает только гель, к сожалению. Нет, ну тут не к сожалению, ничего страшного, как говорится, лишь бы... Многие не любят гелевые, именно гелевые структуры, не знаю почему, хотя нам она очень нравится, потому что если мы решаем какие-то проблемы именно с коллагеном, с эластином, то крем нет, это нет. То есть он остаётся только в тюдернице, вам помочь мне уже. Скажите, а вот эта... Антилич программа решает только гелевая косметика. Скажите, а какие эффекты будут у людей от применения, постоянного применения данной косметики, что она делает? Если рассматриваем пилинг, то он отшелушивает орогаревшие клеточки кожи, и кожа начинает лучше воспринимать всё то, что мы ей предлагаем. То есть мы предлагаем ей вот эту маску ИП, которая содержит все пептиды, там есть пептиды в этой маске, и в основном все натуральные продукты. Да, то есть вопрос такой, что каким образом, в чём уникальность этой косметики, что в отличие от, ну, вообще косметики, которая просто по сути применяется, вот, ну, для того, чтобы просто её покупали, а вот что она делает полезного для кожи? Может быть, дольше кожа остаётся молодой, если применять данную косметику, замедляется процесс старения кожи, улучшается тургор, может быть, кожи, вот какие? Я сейчас это перечислю, где-то я сейчас это перечисляю, то это всё то же самое, что все остальные рассказывают. У всех повышается тургор, все рассказывают косметические линии, что у них улучшается цвет лица, как-то я вот не очень, мне кажется, что весь вид, вот там, лица, кожи, это всё равно всё зависит от кишечника. Как бы они всё это не применяли, как бы они, косметологи, не делали эти инъекции, я вам просто лично, у меня будет возможность, я вам пришлю фотографии своих родителей. Вот отцена мне исполнилось 80 лет, а маме 84 года. И вот вчера, это мы не записываем с вами, это я просто вам рассказываю, вчера я увидела, как моя мама ломом на даче, просто колет лёд, а потом она берёт молоко, и всё это сбрасывает. Но они вот у нас на Сардинке, родители мои, сейчас я вам скажу, лет, наверное, 7-8, я вам пришлю просто фотографию показать, как они везде. Отлично. Вот эти 84 года. Здорово. Но я прошу, вот всё-таки скажите, после того, как, значит, нанесли вот этот скраб, или как, так сказать, вот вы сказали? Это филин. Это ферментативно-кислотный филинг, очень щадящий, и он применяется только исключительно для отшелушивания роговек шуфеток. То есть, его можно и летом, его можно зимой. Он не глубокий, не срединный, он поверхностный. И в летний промежуток времени тоже хорошо, он отбеливает сегментные пятна. Очень хорошо, кстати, у него эффект от этого. И он такой комфортный, что после филинга такого не хочется даже наносить никакие питающие средства и увлажняющие. То есть, это тоже ноу-хау нашего филинга, потому что обычно, когда филинг делается, то хочется увлажнить кожу и попитать ее чем-то. Вот сколько мы работаем, они говорят, боже мой, какой фантастический совершенно филинг, потому что после него ничего не хочется. Кожа гладкая, отшелушенная, беленькая, свежая, но тем не менее, мы всё равно после этого филинга предлагаем маску Репея, которая даст дополнительное увлажнение, даст дополнительное питание, даст трансдермальную доставку именно для коллагена и эластина, а это наши каркас, который держит у нас сверху кожные покровы, то есть, все брыли у женщины, все носогубные треугольники, морщины, это всё снижение коллагена и эластина. А гелевая вот эта масочка, которая Репея, она даёт возможность именно восстановления коллагена и эластина. Здорово. Здорово. И это трансдермальный эффект. Хорошо, я, дорогие зрители, скажу вам здесь ещё вот, что я рекомендовал бы помимо, то есть, если вы захотите эффект этот глубже почувствовать, увидеть явно, то помимо этого, я советую применять ежедневно хлорелу спирулину, витамин С, кератин, ну и вот это хотя бы главное, не есть сладкое, потому что для кожи сахар и сладкое вообще-то в рак номер один, да, вот это в первую очередь, во вторую очередь для, так сказать, онкологии, то есть наоборот, в смысле образования рака, так сказать, это сахар, потому что это питание раковых клеток, в первую очередь, процесс кетоза не питает раковые клетки, а именно гликолиз. Вот, но это уже тема отдельная других моих видео, ну и в завершении хочу сказать следующее, что все, о чем мы говорили, косметика, гель, и для суставов, и эндоросорбент, и может быть потом будем надеяться, что будет уникальный для носоглотки, для предотвращения и ликвидации насморка, гель тоже будет сделан, но вот все это, и все, что будет новое выходить, вы всегда увидите в специальном разделе на нашем сайте надгард.ру, всегда это есть в продаже, в любую точку России, в любую точку мира мы отправим эти товары, в Москве, в розничных магазинах тоже вы можете приобрести, в каких, это посмотрите на другом нашем сайте надгард.су, ну а на этом, пожалуй, все, я очень благодарю нашу гостью, значит, за прекрасный рассказ и знакомство с этой чудесной продукцией, я скажу, вот в завершении еще то, как все произошло, мы, вот произошло так, что мы 23-го, это была суббота, 23-го февраля, в день Советской Армии и Военно-Морского Флота, мы созвонились, так получилось, знакомство наше заочное было, а вы знаете, и, пожалуй, наверное, за последние лет пять это единственная та линейка продукции, вот, по которой я просто вот торопил сам и хотел в ближайшее время сделать эту запись и, конечно, начать представлять эту продукцию, потому что я продаю только уникальные и действительно необходимые жизненно важные компоненты питания, биодобавки, натуральные витамины и вообще биопродукты питания, и, в частности, вот эта линейка для меня это, конечно, находка, я, разумеется, буду этим тоже пользоваться и мои родители, и дети, и жена, это даже тут нет никаких сомнений, я жду, не дождусь, когда мы получим эту продукцию, но на момент выхода этого видео, разумеется, эта продукция уже будет представлена на нашем сайте, еще раз напоминаю, надгард.ру, пожалуйста, приобретайте и вам только останется ждать это получение. Ну и, пожалуй, в завершении нашей беседы, а продолжение обязательно будет, я хочу вам дать слово, пару слов вот нашим зрителям что-нибудь в завершении сказать. Я, во-первых, хочу поблагодарить вас, Юрий Андреевич, за то, что вы уделили внимание и дали возможность нам рассказать о наших продуктах. Мы на рынке в течение 10 лет и в основном сейчас такая история, что все продвигают свои продукты через интернет-сети. У нас такой практики у нас не было, мы любим общаться с врачами напрямую и мы участвуем во всех международных выставках, но, тем не менее, у нас, наверное, будет этот первый опыт ремонт общения с вами. Я думаю, что у нас будут очень положительные с вами результаты и мы сможем большее количество аудитории помочь узнать о нас и получить положительные результаты от наших продуктов. Спасибо вам большое. Безусловно, у меня нет никаких сомнений. Попросим наших зрителей после применения данной продукции писать свои отзывы. Напоминаю вам, уважаемые зрители, что на нашем сайте надгар.ру есть даже такой раздел отзывы. Вот почитайте, совершенно на разные темы. На тему применения наших уникальных, первых в мире сыроедных веганских кормов для кошек, собак, какие результаты есть, с чем врачи, ветеринары не могли справиться, и бедные животные мучаются и умирают, выздоравливают от наших кормов, лечебных, уникальных. И все в этом духе. Посмотрите про тот же фукус, про неопен, генераторы, персональные генераторы водорода, свободных электронов, и прочие-прочие приборы, товары, продукты, просто что пишут сами же люди, такие же, как и вы, ну вот, собственно, не только под мои видео, а иногда, ну и на почту, а еще и вот в этот раздел на нашем сайте. Ну и сочтете нужным, пожалуйста, приобретайте и эту продукцию, и другую на нашем сайте. Всего хорошего, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok